Валерий Валерьевич, вы слышите? А кто вы? Зачем он вам может? Меня зовут Анастасия Владимировна, компания Синцин. Меня у нас разговор записывает. Я по поводу его долгой, я так понимаю, это вы все верно? Ну, что вы звоните постоянно? Я не понимаю, что вы хотите? Что значит, что вы звоните постоянно? У вас долг, поэтому и звоню постоянно. Ну, а какое вы отношение к этому имеете? Я отношение какое имею? Да. Я являюсь сотрудником коллекторского агентства, в котором заключен объемный договор. Это печально, конечно. Ну, ладно, давайте дальше. Заключен договор с банком ВТБ. На данный момент вам передут к работе ваш кредитный договор. Ну, понятно. Александр, представитель вашего президента. Давайте, давайте, можно дальше не продолжать. Меня никто не уведомлял об этом, так что, извините. А вас по агентскому договору в принципе не обязательно уведомляют. А еще раз. Это кто, какие глупости нет. Это вам вот в методище написали. Глупости? Здесь вот это тупую версию. Законы почитайте. Почитайте, ты читайте статью. Так. Не надо мне там про законы. Про законы у нас. Что так? Что так? Все мы прикладываем. Нет, но если вы говорите, что я нарушаю закон, вас не уведомляли. Да не вы. Каких-то там методичек я начиталась. Так вы мне тогда... Вы мне тогда скажите закон, который запрещает мне вам звонить. Который запрещает вообще с вами вести переговоры. Который запрещает вам не присылать уведомления. Вы мне назовите этот закон. Вот если вы мне назовете номер закона и в нем будет сказано именно о том, что действительно наша компания должна вас была уведомить или банк ВТБ, то, конечно, я перед вами извинюсь. Но просто на мне назовите закон, который я нарушаю. Так. Первое. Вам смешно? Да, мне смешно. Законнорушает банк. Он меня не уведомил. А вы тут просто получаете... Так, подождите. Юрий Валерьевич. Юрий Валерьевич, послушайте, пожалуйста, меня. 2005 статья Гражданского кодекса. Не надо мне. Я слышал уже. Подождите. Я сейчас сказал. Подождите. Я вам просто... Подождите. Подождите. Послушайте, пожалуйста, меня. Агентский договор заключается между нацистанками. Слушать не будет еще раз. Я уже слышал это сотни раз. Хватит. Слушать не будет. Перевалерьевич, все равно дайте банку деньги. Как вы этого не понимаете? Как я это сделаю, это уже вас не касается. Почему вы себя таким наглым образом ведете? С вами хорошо, довольно-таки, я и с вами разговариваю. Потому что мне неизвестно, кто звонит. Неизвестно, кто звонит. Неизвестно, на каком основании. Напрягает меня. Ну ладно, там вы мне еще звоните. Мне-то наблевать. Это мне несложно с вами разговаривать. Какого хрена вы звоните родственникам? И там вы что-то не спрашиваете. Так а родственникам мы тоже будем звонить до тех пор, пока вы не выплатите все свои кредитные обязательства. Так, слушайте дальше. Значит, это самое. В курсе про жалобу, которую направили в Центробанк, оно не на вас, конечно, а на банк. И что за жалоба? Это вас не касается ни с какой стороны. Вы в курсе, какую жалобу отправили в Центробанк? Какую жалобу вас это не касается? Где логика? Потому что это касается банка. На него была жалоба, а не на вас. Потому что вы не извините. Ну хорошо, замечательно. Никто с вами пока общаться не будет на официальном уровне, потому что нет никаких документов. Кирилл Валерьевич, вот вы знаете, я бы весь этот ваш пафос поставила бы вообще не знаю, зачем, за дверьми. У вас бы весь этот пафос, с которым вы разговариваете. Центробанк, Женебиня, какую-то там жалобу и так далее. Да мне абсолютно все равно, как вы разговариваете. Ну мне все равно. Как вы не поймете, что вы деньги в любом случае отдадите банку, банку отдадите деньги, которые вы взяли. То, что вы допустили просрочку, это ваша сугубо личная проблема. Банк это не виновен. С ним и будем обсуждать все эти вопросы. А вы тут вообще... Так банк не хочет с вами больше сотрудничать, как вы этого не поймете. Банк передал в работу ваш кредитный договор. Хорошо, смотрите, я вам могу через 5 минут перезвонить и представиться сотрудникам банка. Ну и что дальше? Вы будете со мной вести переговоры? Друзья, я, позвольте, вмешаюсь и скажу, ну и дура. Поэтому с тобой и не хотят разговаривать, потому что кто угодно может позвонить и представиться кем угодно и наговорить все, что угодно. В связи с этим человек имеет право требовать письменных доказательств, уведомлений о том, что теперь его персоной будет заниматься тот-то и тот-то. Ты сама, больная, ответила на свой же вопрос. Почему человек не хочет с вами общаться? Почему он говорит с таким пафосом? Почему он так вот игнорирует вообще все ваши звонки? Почему он недоволен, собственно? Да потому что позвонить может кто угодно. Да, ой, идиотка, она себя просто к позорному столбу приковала, по моему мнению. Если у меня будет основание считать, что вы оттуда, туда, а... Какие основания? Докажите, что вы имя... А таким образом вам должны что-то доказывать. Вот вы докажите, по какой причине вы вышли на просрочку, что она уважительная. Вы докажите? Кому? Вам доказывать никто ничего не собирается. Вы должник, который банку деньги должны на протяжении долгого времени. И сумма ваша растет с каждым днем. И она ей даже не стоит, не 300 тысяч рублей, она намного даже больше. А вы просто ведете себя ханским образом, как будто вам 15 лет. Друзья, я как-то, помните, говорил, да, коллектор – это не профессия, это не специальность, это состояние души. Вот, она сейчас продемонстрировала, понимаете? Ее завело, ее понесло, она это приняла на свой счет. Она гнет спину вообще вот как вот за чужие деньги. Это та самая вот шавка, жучка, да, которая за косточку будет тявкать, думать, что действительно делает полезное дело, защищает своего хозяина. Вот и в этом случае, да, за чужие бабки, за свою позорную зарплату, на своей позорной работе она еще проявляет реальные, настоящие эмоции, она принимает это все близко к сердцу и действительно на свой счет это все воспринимает. Да, стыд и позор, особенно для молодой девушки это вообще яма. Я не хочу, я не буду, я буду всем разговаривать, а докажите. Так, крошка, помолчи, я не нервничаю, помолчи, крошка, я не нервничаю, просто это вы себя так нагло ведете, вам не стыдно, вам лет-то уже сколько, пра уже, с детского садика-то вышли давно, школу давно окончили, а ведете себя как ребенок. Ну, курица малолетняя. Я с вами на ты не переходила, да вы что, вы только оскорблять умеете, оскорблять умеете. Разговаривай нормально, если хочешь, чтобы ты не облезла. Я с вами адекватно разговаривала, просто, да вы что. Она еще и обиделась, прям реально чувствуете, она прям реально обиделась, до такой степени она вошла в роль. Может быть, ей хочется быть в статусе человека, способного давать в долг, способного иметь свободные деньги, способного относиться, ну, таким вот философским образом к деньгам. Нет, дорогая, кому-кому, но тебе это не суждено. Ты, ну, не того круга, ты всегда будешь в нищете, ты всегда будешь бороться за чужое, не думая о себе, о своем духовном самосовершенствовании, а вообще о каком-то финансовом росте. Ты будешь искать работу, где можно самоутвердиться за счет других. Это твоя судьба, это твоя карма, это твой урок, так и считай. А обижаться надо тебе, в первую очередь, на себя, за то, что ты сделала этот выбор. Ну, слушаем дальше. Вы меня проклянете или что? После нашего саморазговора. Да, спасибо, было бы кого. Ну, а что мне будет тогда? Мне абсолютно все равно, что вы говорите. Я, у меня на ваше оскорбление уже иммунитет выработан. Не, ну это слава богу. Просто вы видите... Это ж работа, работа, работа такая. У меня замечательная работа, я ее очень люблю. Ну, это вообще... И вам плохого с нашей компанией? Это вообще печально. Это уже все. Юрий Валерьевич, вам плохого с нашей компанией? Ни один сотрудник ничего не желает. Вам пытаются элементарно помочь. Установить просто причину изначальную, по которой вы вы будете на просрочку. Мне надоело этот бред. Какую ахинею, какую ахинею. Юрий Валерьевич, вы мужик в конце концов или... Не мужик, я не знаю. Вы соберитесь уже с людьми. Возьмите деньги, пойдите в банк и оплатите. Нет денег, нет денег, хорошо, ведите переговоры конструктивно. Что же вы своими отговорками от нас отрекаетесь? То докажите, то не докажите, то еще... Это вас не касается, это вас касается. От кого это от вас? От нас. От нашей компании. Да мы с вами еще никаких отношений не завязывались. Я отрекал это от вас. И не будет... Юрий Валерьевич, понимаете, что негативные посредства могут наступить в случае неоплаты? Вы думали, вы деньги в банк взяли, и банк вам долг просит? Банк вам долг не просит? Вам взыщет с вас эти деньги? Вы взыщет, вы понимаете, в любом случае, в принудительном порядке или в добровольном. Это зависит только вам. Это зависит только от вас. Хорошо, каким образом? Готовьте тогда свое имущество, готовьте все свои счета. Зарплатные, дебетовые карты. Они будут описаны после решения сюда. Заблокированы и описаны имущества. Глупости, да вы что? Да вы что? Какие глупости? Это для тех, у кого нет ни адвокатов, ни кого. Вы знаете, мне каждый должен говорить, у меня есть свой адвокат. Какие же вы все богаты? Если вы такой богатый, если вы оплачиваете себе хорошего адвоката, подкованного, идите тогда и оплачивайте лучше деньги в банк. Почему вы платите за бесполезную информацию, которую вам адвокат предоставляет? Что вы молчите? Да слушаю, бред ваш. Потому что, смысл какой-то. Есть у вас адвокат, что вам адвокат вас советует? Это уже мальчик. А адвокат вам скажет, что у вас что, имущество описывать не будет или что? Чем вам поможет ваш адвокат? Вот вы мне объясните. Ну давайте даже так. Ну вот будет то, что вы там говорите. Дальше что? Ну так и деньги банку вернуйте. Мне только это от вас надо. В общем, ничего от вас не надо. Ну. А где ты? Судивший, ну да. Это так в чем дело? Ну так естественно решают все в суде. Значит это все в суде. И будет это приказное судебное производство. А не с кого? На суде не вы. Не вас кредитор. Помолчи. Я сказал помолчи. Я с вами на то и не перехожу. В течение 10 минут отменяю это решение. Судебный приказ. Ну вы можете его обжаловать. Но не факт, что судебный приказ отменят. Не факт. А я скажу, что да. На что спорим? Да вы что? Почему? Да я с вами спорить не собираюсь. Я взрослый человек. Мне зачем с вами спорить? А вы как маленький. Давайте поспорим. Какой ты взрослый? Ну вообще, вы думаете, что вы говорите? Конечно. Я не думаю, я знаю. Я не понимаю просто, о чем вы говорите. Вы в каком-то, знаете, закрыли себя в каком-то мире. Вот в этом вы живете. Просто вы должны услышать никого. Во-во-во-во. Это ты прям про себя сейчас. И про всех своих коллег, закрытых в каком-то собственном мире, которым руководит ваш работодатель, ваш рабовладелец. И живете, даже не удосуживаетесь, заглянуть, чуть-чуть приподняться на носочки, заглянуть за стенку, что происходит. Почему судебный приказ легко отменяется? Почему это может все больше и больше количество людей делать? Почему этим никого уже сейчас не напугаешь? А если напугаешь, то только людей, которые некомпетентны. Вот, вот, сама вырвись из своего плена, этого эмоционального, если у тебя есть на этом мозги, посмотри вокруг, что происходит. Времена давно изменились. Люди пытаются элементарно помочь решить ваши финансовые трудности, которые вас возникли. Непонятно по какой причине. Потому что я в ваших услугах не нуждаюсь. А я вам не услуги предоставляю, Юрий Валерьевич. А пытаюсь помочь вам. Слушай, давай, не надо. Вот ты будешь таким каким-нибудь неподкованным, неграмотным, запуганным людям вот этот бред нести. А вы что здесь запуганным? Хорошо, если вы юридически подкованный человек, объясните, чего вы добиваетесь? Вы думаете, вам банк долг простит? Ты только сейчас сказала, чего будет, того и добивается. Зачем? Это уже наше дело. Нет, но обычно люди, когда чего-то добиваются, у них есть какая-то цель, правильно? Вот вы добиваетесь там сюда, добиваетесь там, не знаю, помысленно вы не стали, перевозчики. Зачем? На весь вопрос. Зачем вы это добиваетесь? Зачем? Вам легко жить надоело или что? Но вы хотите проблемы с судебными приставами, это вы мне объясните. Да не будет никаких проблем. Вер Валерьевич, вам бесполезно, знаете, вести переговоры? Вот вы знаете, как скалат. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. А вы даже ничего не понимаете. Что бесполезно. На меня включено, Вер Валерьевич. Да нечему включать. Включено. Важно. Нечему? В такой работе работает. А вы что, знаете размер моего головного мозга? А при чем здесь работа? У меня отлично работает. Я люблю свою работу. Важно, что в нем есть. Я люблю свою работу. А после вот этих слов, это мне тем более понятно, что все там. Замечательно. Клиника, клиника уже, уже ничего не сделаешь. Клиника? А вы кем работаете, Юрий Валерьевич? А вы чем работаете? Я? Я коммерсант. Коммерсант? Да. А вы считаете свою профессию нормальной? Ммм, конечно. Вы считаете, да? Ну вам, значит, не повезло, если вы считаете себя нормальной. А? Вам, значит, не повезло, если вы считаете эту профессию нормальной. Не, ну не повезло вам, потому что мозга вообще нету, если после того, как сказать, что коммерсант это ненормальная профессия, это все уже, все, хуже клиники, это уже, так сказать. Тоже, наверное, наверное, по поводу вашего долга, это черепная коробка может быть и большая, но там серого вещества нет, там чисто кость, монолит, вот там, судя по всему, так вот, у вас. Можете думать все, что хотите, вот честное слово, мне абсолютно все равно. Ну понятно, а как может быть еще? В общем, принимайте звонки, также родственников ваших предупреждайте, что им звонки по поводу ваших долгов. Да нет, ну просто в понедельник ИФ подадим по поводу вот этих звонков. Вот подавайте, так что же вы ждете, подавайте ИФК, ну подавайте ИФК, из чего вы сидите и ждете? Вам звонки поступают на протяжении очень долгого времени, а вы сидите и ждете, ну что вы ждете, идите подавайте в суд. Не знаю, там в полицию, в прокуратуру. Куда вы собираетесь идти? Но это правда вас касаться не будет, это будет касаться вашего лежавика. Я не знаю, на кого вы собираетесь подавать, честное слово. Не знаю. Сказали на нас? Я сказал, что на банк. Да. А банк здесь при чем? Вы деньги банку не отдаете, банка стоит виноват. Это при чем? Он передал вам персональные данные, слив вам телефона. Вот на него и будет... Вы знаете, когда подписывали кредитный договор, в конце кредитного договора была такая строка. Я, Юрий Валерьевич, даю согласие свое на обработку персональных данных. Не подписались. Да мало ли, что там подписывали. Сейчас все поменяется. Что значит, да мало ли, Юрий Валерьевич? Вы спорите с законом Российской Федерации? Или для вас вообще закон никакой не писан? Закон, согласие. Дорогая моя, это согласие отзывается в течение полутора минут. Просто берешь и отзываешь любое свое согласие, которое ты давал. И в этот момент банк, получается, разгласил без твоего согласия все твои персональные данные. Вот и статейка. Это уже уголовное наказание. Нет. Ну, конечно, до этого довести никому еще не удавалось. Но реально повернуть процесс против банка и против, кстати говоря, самих коллекторов элементарно. Ну и, конечно же, надо еще разобраться, где она взяла информацию, слил ли это банк. Либо эту информацию ее руководители просто берут на бирже должников. Но об этом отдельная история. Вы сами дали свое согласие на обработку персональных данных. Сейчас у вас какие-то непонятные претензии. Вы сами взяли кредит, подписали кредитный договор, в банк деньги не возвращаются, допустили просрочку. И вы сейчас кого-то делаете виноватым? Виноваты только вы. То, что вы допустили просрочку, что вы деньги не возвращаете в банк. А здесь не наша компания ни при чем, не банк. Ни сколько, сугубо, ваша личная вина. В общем, Юрий Валерьевич, в дальнейшем принимаются звонки. Что? Мы еще не договорили. Пока я с вами разговариваю. Это вы куда-то пропадаете. Курица не понимаешь, человек уже другими делами занят. Алло. Алло. Он же коммерсант, он же тебе сказал, он деловой человек. Так я слышу, что вы хотите сказать. Да ничего он тебе говорить не собирается. Он уже давным-давно переключился на другие дела и нормально занимается тем, что приносит ему деньги. И не тратит свое время, в отличие от тебя, на бесполезные вещи. Юрий Валерьевич, куда пропали? Да никуда он не пропал. Просто еще раз повторяю, тебе задевай. Она сейчас будет алёкать, алёкать, пока не удостоверится, что ее уже давно-давно молча послали из вежливости далеко и надолго. Ой, народ, вы действительно бестолковые. Друзья, ну тут комментариев никаких не нужно оставлять. В описании ролика вся необходимая информация, ссылка на наш сайт, инструкция, как устроена работа кредитных юристов для тех, кто хочет стать нашим клиентом. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. С вас лайки, подписки, кто этого еще не сделал. Ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка тоже в описании ролика. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»